Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты Максим Кембель. Смотрите сейчас. Заветная сотня. По данным РИКС, в Беларуси максимальное количество баллов на ЦТ набрал 361 абитуриент. Ура, моя соточка! В чем секрет успеха? Готовь дрова летом. В стране вырос спрос на твердые виды топлива. Население получает топливо по фиксированным розничным ценам. Куда обращаться? Товары для учебы. Школьный базар в Бобруйске начнет свою работу 2 августа. Школьная одежда у нас хватит на всех. Сколько будет стоить форма? А также новые направления. Зеленый свет и государство-наблюдатель. Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. На какой стадии принятие решения? Внимание, водитель! Бобруйские дорожники взялись за ремонт Минской. Обновляют участок от Арджиникидзе до Кольца. Работы ведутся за счет средств Республиканского фонда, так как улица – транзитная магистраль. За качество отвечает ДСУ-16. Водители по-прежнему просят быть внимательными и осторожными, заранее планировать свой маршрут и не парковать машину у обочин. К слову, в городе в середине мая отремонтировано больше 1800 метров дорожного покрытия. Самым большим проектом 2022-го стала Ульяновская. Здесь апгрейд уже завершен. Во дворе дрова. В стране вырос спрос на твердые виды топлива. В городе за это отвечает Горай Топсбыт. Обслуживают здесь также Бобруйские, Глузские и Сеповичские районы. Каждый день тоннами приводят торфабрикет для водяного и парового топления. Поставляют его со Старобинского и Днепровского заводов. Для печей используются дрова, которые поступают из лесхозов. Как правило, это микс лиственных и хвойных пород. Срок доставки до 30 рабочих дней с момента заключения договора. Население получает топливо по фиксированным розничным ценам, по установленным нормам. Нормы установлены на один календарный год. Это 4,9 куба дров, либо 3 тонны брикета. Если человек желает приобрести и то, и то топливо, то норма делится. Это 2 тонны торфабрикета и 2,6 куба дров. Право на приобретение по фиксированным ценам имеют граждане, постоянно проживающие в Белоруссии, зарегистрированные по месту жительства в одноквартирном доме или квартире блочного жилья с печным, водяным или паровым отоплением, индивидуальным оборудованием, которое не подключено к системе централизованного теплоснабжения. Дрова у нас разделываются и реализуются согласно техническим возможностям предприятия. Мы дрова колем, пилим, реализуем их двухметровыми и четырехметровыми. Разделанными дровами у нас обеспечиваются инвалиды, лица престарелого возраста. Они приходят к нам, заключают договор. В течение 15 рабочих дней мы осуществляем им доставку топлива. Стоимость тонны брикета 29 рублей 21 копеек. Погрузка обойдется в 5.07. За метр кубический дров нужно будет заплатить 9.53. Выписать твердые виды топлива можно по адресу улица Бахарова, 7, получить консультацию по телефону 72.11.10 с 8 до 17 часов, а без с 13 до 14.00, выходные субботы, воскресенье. К слову, за 2021 предприятие реализовало больше 9 тысяч тонн брикета и почти 9,5 кубометров дров. Рыбалка с умом, изменения для водителей и рейс до Москвы. Белавиа забновила полеты в аэропорту Внуково по каким дням. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь подала заявку на вступление в шанхайскую организацию сотрудничества. Информацию подтвердил Генсек объединения. По его словам, это демонстрирует, что Минск разделяет ценности и принципы сообщества. Руководство страны уже передало необходимый пакет документов. Начаты юридические процедуры. Окончательное решение будет принято на Самаркандском саммите в сентябре. Сейчас у республики статус государства-наблюдателя. Белавиа возобновила прямые рейсы в российский аэропорт Внуково. Полеты туда и обратно авиакомпания будет выполнять трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Гавань станет третьим аэропортом Москвы после Домодедова и Шереметьево, куда летают белорусские самолеты. Появился еще один дополнительный бонус. Россия официально отменила ПЦР-тестирование для граждан нашей страны. Белорусские предприятия смогут участвовать в российских госзакупках. Правительство страны-соседки утвердило параметры эксперимента, согласно которому наши банки смогут выдавать независимые гарантии. Продлится он до конца 2023-го и упростит доступ для отечественных поставщиков. Для начала необходимо оформить нужные для работы документы, также зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. В Беларуси планируют упростить стажировку профессиональных водителей. В некоторых случаях хотят убрать теоретическую часть, возможно и сокращение сроков прохождения. Изменения коснутся автомобилистов, которые приступают к самостоятельным перевозкам впервые, и те, у кого был перерыв в работе больше года. Проект размещен на правовом портале для общественного обсуждения. Сотрудники освод напоминают, нахождение у рек и озер в дождь и грозу – опасное занятие даже для любителей рыбной ловли с большим опытом. Сильный ветер может перевернуть лодку, а металлические снасти легко станут мишенью для молнии. С посетителями водных объектов регулярно проводят профилактическую работу. Не стоит забывать и о простых правилах безопасности. Входить в воду только в хорошую погоду и в разрешенных местах, не заплывать за бауки и всегда держать рядом детей. Ставка на 100 сыграла. Предварительно в Беларуси максимальное количество баллов на ЦТ набрал 361 абитуриент. В Бавруське тоже есть свои отличники. Успешными для них стали французские, биология и всемирная история. Кто эти ребята, расскажет Карина Гуревич. Мария Логинова неустанно шла к заветной сотне в течение двух лет. Еще бы! Вышибал мечта любого абитуриента. А как по-другому? За этими цифрами кроется целая жизнь, будущее. Заветный треозначный результат у девушки по биологии. Задача по генетике – строение тела человека, животный мир. За плечами десятки часов по изучению науки. Признается, без поддержки преподавателей и родителей не справилась бы. Впереди поступление. Выбор пал на медицинский университет. Специальность – фармакология. Я очень удивилась, потому что когда мне мама позвонила и сказала, что у меня 100 баллов, я была в лагере, где не было интернета. Но я была на подработке. И когда она мне набрала, я уже не помню, что сказала, а мама говорит, ты начала радоваться и говорить, ура, моя соточка. А Полина Смирикова с детства влюблена во Францию. С третьего класса она изучает язык, на котором говорят 112 странах мира. Хоть иностранный, вспоминает Полина, давался легко. Забирая сертификат с цифрой 100 до последнего, не могла поверить в такой результат. Я получила смс от Рикса. А потом уже, когда поняла, что это сотка, когда подошла к папе, к маме, они такие, да, точно, 100. Все, не волнуйся, все нормально. Я планирую поступать в НГЛУ на факультет международных коммуникаций с французским языком. Анастасия Федорова писала все пробные тесты на 70-80 баллов. На основном же испытании собралась и выдала потрясающий результат. 99 баллов по истории Беларуси и 100 по всемирной. Что стоит на странице дневника, сами понимаете. С университетом уже определилась, документы будет подавать в БГУ. Исторический факультет, специальность регионоведения. Меня интересовала не только история, но и политика, и поэтому я выбрала регионоведение. Моя цель – это просто, чтобы мне было интересно учиться и интересно работать. Мой учитель меня заинтересовал историей, и я всегда участвовала в Олимпиадах. В РИКС уже подвели предварительные итоги этого года. Так, 100 баллов по одному предмету набрал 361 абитуриент. 22 человека получили максимальную отметку одновременно по двум дисциплинам. Одна девушка и вовсе написала все три теста на высший результат. Напомним, на 16 июля намечен резервный день для сдачи ЦТ. В этом случае абитуриенты смогут забрать свой сертификат с 21 числа. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. И пока одни готовятся к поступлению в ВУЗ, другие собираются в школу. В Беларуси стартовала расширенная продажа товаров к новому учебному году. Всего по стране будет работать более 400 базаров. В Бобруйске торговля начнется 2 августа. Вплоть до 4 сентября можно будет приобрести костюмы, джемперы, рюкзаки, канцелярские товары. Изделие предложат несколько десятков индивидуальных предпринимателей предприятий города. Разместится он на социалистической от Карла Маркса до Держинского. Уже известна и стоимость формы. Для младших классов от 100 рублей, средних и старших, стартовая цена 110 и выше. Если полный комплект готовить для школьника, это, конечно, будет подороже. Это будет до 1000 рублей. Но, опять же, родители выбирают самостоятельно в зависимости от предпочтения самого школьника. Я думаю, что школьной одежды у нас хватит на всех. Торговля идет навстречу. Торговля работает вместе с производителями. Торговые надбавки невысокие. На сегодняшний день это до 30%. В 2022-м предприятия Белолекпрома обновили линейку продукции больше, чем наполовину. Что касаемо введения единого элемента школьной формы. В этом направлении работа выходит на новый уровень систематизации и распространяется на все учреждения образования страны. На сегодняшний день такая практика применяется практически в 20% учреждений. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok